Наташа, рассказывай. Мы в ярком магазине, который называется Медицин. Я еще говорю, Наташ, зачем тебе Медицина? Значит, тут они сейчас выпустили коллекцию с принтами Марии Примаченко. Это знаменитая художница украинская. Вон даже у них там это есть принт. Я панеду покажу. Посмотрите, какие яркие образы. Сейчас еще что-нибудь принесу. Вот это вот. Нет, это нет, это не ее. Хорошо, давай. Тут столько людей. Даже сначала снимать не хотела. Потом думаю, надо такое показать обязательно. Ну, цены, конечно, это 111,90. Вот это все ее звери. Магазин Медицин. Все яркие цветы. А ну, переверни еще. По-моему, мы здесь были. А, мне казалось, на каких-то было написано Мария Примаченко. Нет, здесь не написано. Денег, как всегда, не было. Это человек из села. Она сидела, она какие-то эти деньги последние тратила на краски, где-то выискивала эти яркие. Это вообще у человека такое в голове. Ну, конечно, при жизни никто ей денег не дал, а сейчас, конечно, все... Ну, вот, смотрите. Наживаются на творчестве. Тоже явно, да? Мария Примаченко коллекция. А вот сзади что-то вот. Печаточка такая красивая. Сколько такая футболка вообще стоит? Слушай, классная. А ну. Цена будет... О, да? Это вот мне нравится принт такой. Зараз, зараз. Ну, 80, да? Ну, это вот прикольная такая. Просто вот как... Ну, как память такая даже. Да, надеюсь. А вот, да. Мария Примаченко, медицина. Ну, вот, смотрите. Ее годы жизни. Рассказ про нее. И вот, если вам нужно просто вам со скриншотить, зайдете, посмотрите. Смотри. Ну, это просто яркие. Человека яркие краски вообще придумает такое вообще. Давайте просто вот остановим. Ну, это что-то с чем-то вот. Птица с цветами. Это как эта креветка с этим щупчиком, шапочками. Это вообще даже классно. Вот. Еще вот. Сколько такая смотришь? 90. 90. Ну, а это вот тоже ее, наверное. Да, вот-вот. Самое главное, что поляки-то думали. Смотрите, Мария Примаченко, XS. Халатик такой симпатичный, да? Халатик? Да, платица. Платишка, ну, давай. Слушай, надо что-то помочь. Ну, конечно, давай. Хоть не взять, но помимо. Приятно это. Хлопок же, наверное, или что. Или... Ой-ой-ой, 180. 180. Это сколько? Это сколько? 180, там много это. Почти 50 долларов. А я озвучу в комментах. Я же говорю, просто курс сейчас. Хочу посмотреть, что это. Хочу посмотреть, что это. А был 4 с чем-то. Что нам пытаются продать? Ой, плохо видно. Да, я сейчас сама вообще не вижу, что тут читать, где читать. Сейчас, сейчас. Определюсь, скажу. У людей очень много в магазине. Именно вот. Тут такой всегда аромат. У них разработан для этого магазина, для этой сети, именно специальный аромат. Очень классно. Ты меня снимаешь, по-моему, горизонт завален. Сколько они держат сейчас? А вот, кстати, еще. Это уже не Мария Примыченко, но яркие коллекции, смотрите. Ну, это красиво, это модно, это ярко. Это дает настроение. Даже, смотрите, вот, казалось бы, черно-белая такая. Смотрите, класс. 90. А сейчас, Наташа, подожди, вот это вот тоже 90. Просто класс. А это тоже ее? Нет, это не ее, я думаю. Я уже сказала, что это не ее. Вискоза, даже не плохо. Это вискоза. Вискоза. А ну, стоп. Ага, вот такие же. Прикосы здесь еще вообще такие. Ух. Она-то не ее. Да, уже? Не знаю. А мне-то, мне кажется, нет. Нет, не ее. У нее немножко другие. Горе, ну, тоже вообще, слушай, просто вот тебя будут рассматривать. Ты просто будешь влюбить внимание в транспорте, в метро. И радость доставлять. Да. Да, вот такие прикольные действительно вещи есть. И яркие, и распродажи. Опять такие что-то. Значит, возьмем, померяем, наверное. Ну, вот еще, кстати, за 50 долларов такая классная кенгурушка. Тоже Мария Примаченко с капюшончиком. Классная. Наташ, что-то покажи, что держишь. Не знаю, может, и показывали за 90. Классная. И сзади тоже вот такой вот такой вот. Такой стиль такой драконистый. Класс. Вот это вот еще тоже здесь футболка. А вот сзади, я хотела вам показать, что сзади даже есть написано. Вот. Мария Примаченко. Сейчас повешу, чтобы нам разглядеть немножечко. Света. Класс. Носочки даже есть, Таташа говорит. А почему цена вот здесь вот, Наташа? Цена 90. Ну, покажи вот так вот. Это мне нравится. 90-е, это классная, яркая. Ну, класс. Класс. Два носочки посмотрите. 50-е, 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 50-е. Это не носочки даже этот, ну, низкие по крайней мере. Вот, видимо, штучка классная у нас. Вот, ну, интересно. Вот здесь собачками. Вот уже не Мария Примаченко, но с собачками такая прикольная рубашечка за 140. Ну, да вы, чернобривцы. Ага, чернобривцы. Дальше. Мак, наверное, я не знаю. Склеили. Тут два, да? Ой, птицы какие. Жар птицы. Птицы, да? Птицы. Да. Смотреть. Как-то вот так вот, наверное. Уже наших подписчиков голова закружилась. Здесь какая-то стоит красота? Тоже 50, но это какие-то длинные. Женочные носки, да. Тоже трешточки. Класс. Ну что, пойдешь мерить что-то? Я хочу что-то выбрать. Кенгурушку или халатик, да? Ну, посмотрим. Ну, давай, выбирай и пойдем. По носу дала. Ну, что за любое? На, ну, Наташа, что ты выбрала? Покажи. Так, вот это платье халатик. Вот это маечка. Маечка прикольная. И вот это платье. Интересно. Теперь покажи мой выбор на. Сейчас. Держи телефончик. Смотрите. Кенгурушку, но я взяла два. Кенгурушку и футболку. Сейчас пойдем, будем мерить, мы с нами. Вот я делала кенгурушечку. Пожайка, ну, класс, чудово. Не, ну, не зря человека оценили. Знаете, просто хотела сказать, Наташа, сейчас вам скажу, что жалко, что мы пять, но художник не получит такого бенефика. Она уже умерла, то есть. Наследники, наследники вроде есть. Такая кенгурушка. А ну, сейчас. А я кица размер. Это XS, представляешь? Это XS. То есть, S нет смысла мерить. Ну, тебе она вообще даже... Она большая. Ууу, я козерог. И карманы, да, есть? Я, этот, единорог. Да, и карманы. Ну, скажем так, а что там внутри? Подожди, какая-то как байка какая-то? Байка или вискор. Ну, да, байка. Она не будет скатываться. Я же не говорю, что я беруешь. Я просто меряю и показываю. Да она классная. У нас был такой, витет, творец Мария Примаченко. Очень классный. Футболочку одинаковую. Я же говорю, поляки додумались, украинцы не додумались. Нормально. Интересно, сколько они заплатили за авторские права? И что заплатили? Наверное, заплатили. Сразу за деньги. Ой, да, сколько взял. Сейчас футболку я делаю, покажусь. Да, давай, буду решать. Ну, все такие приличные. Приличные, приличные. Бусики идут. Ну, как-то не мой стиль. Вот что-то не то, да? Не мой. Не, не то, что стиль, а может, человеческое какое-то подавитесь? Я уже все посмотрела. Да, тебе что-то не... Вот я не могу понять, что не то. Оно прикольно, оно классно. Оно как сувенир классно. Но, честно, с кемброшки есть, вы тоже супер ли почувствуете. Мне не нравится вот рукав. Он некий свелокий. Это эксцесс. Знаешь, у меня такое впечатление, что людям, как это, скоро написут, что-то еще какой-то, меньший размер, и будут этот... Будьте полным. Пишите свои комменты, ну, наверное, я не буду брать ни кенгрушку, ни футболку. Чего? Кенгрушка мне очень нравится. Да, но я с ней не почувствовала как-то себя классно. У меня есть найковская серая кенгрушка дома классно. А что значит, оно объяснить? Что значит, классно не почувствовала? Ну, не все угодно, ничего. Да? Честно, спортивные кенгрушки чуть получат. А чем более она белая, как бы, я не люблю ходить в белом, я ее буду пачкать. И стоит она приезжать. Так я же говорю. Не потому, что, ну, деньги, как бы, можно, можно купить, но, честно. Я насчет футболки хочу сказать. Есть футболка, а есть ты, а не вместе вы. Вот реально она какая-то справа. Футболка и я отдельно. Нет, ну все, а дай еще раз покажу, какие красивые. Сейчас Наташа все будет мерить, пишите комменты, ставьте лайки. Еще в музей ходить, да? Мне классно, но я брать не буду просто. Бужикой класс вообще. Надо же у человека вот такой в голове появлялась, и она себе... А кто-то ж, наверное, думал, боже, яка сумасшедшая, да, типа. Все, хватит, хватит. Совсем не мило. Наталья, вы прекрасная. Сбежала из этого. Сколько такое чудо? 120 еще. 127,92 именно, идет. Со скидочкой, нормально? Ммм. Что с чересчук? Ну, зато с кармашками, как я не люблю. Помнишь песню про бабокежек, что-то там более такое? Да, точно. Пой, пей, не разговаривай. Да. Наташа, покажись. Наташа сказала, что нет, не хочет. Нет. Он с коленом уже траблы и чемоданы оттащил. Он уже слишком маленький. Налепили на колено. Ну, кстати, расцветка мне идет, мне кажется. Расцветка классная? Да. Это вот вообще на тебя схожая чем-то такая. Скажи. Мурка. И тут еще что-то затягивается внизу, видишь? Какой-то пленажный вариант. Ой, не разговаривай. Не прошла в бейлдрах. Ладно, все. До встречи. Да. Может, больше размер, но... Слушай, мне кажется, шил и не Мария Примаченко точно. Нет. Вот какой-то художник, это вот классная, да. А взяли хайп, но пошили какое-то что-то вот. Ну, это не... Ну, и карман вообще. В носках ты вообще подрячь смотришься. Ну, скажи, у нас вообще не это не катит. Вот опять же, вот та, что... Халат такой, он тебе предал возраст. У тебя так скажу, как ты в каком-то... Любой халат возраст придался. Вообще. И вот опять, нет, вот вроде мне... Цвета классные, яркие, воротничок такие. Видите, вот, блин, классные все. Ну, не смотрите на носочки, ну, что делать. Калхозница такая. Ну, да, во, во, точно. Девушка с веслом. Сними. Наташа смеется. Выходи, выходи. Блин. Я полетит. Боже. Народ, просто лайк поставь. Ну, это не мой ребенок. Покрутись, пожалуйста. С дурдомом. Блин. Цвет классный, да? И она отдыха была. Ну, это М-ка, да. Ну, может, тоже... Олечка сними себе. Что такое у тебя стиль? Видите? Ну, я просто умираю. А что? А как это? Посмотри. Ну, не, ну, реально, подождите. Я не поняла. Ну, ну, ладно. Ну, а как? Ну, а разрез? Как? Вот оно идет под грудь. Где у людей грудь под шею? Отделыв люди, говори, что-нибудь. Ну, а у меня истерика уже, наверное, просто. Из-за острова она стреляла. Выплывают расписы. Блин, детство, короче. Надо стилиста звать. Наташа уже почти готова. Ну, мне кажется, мы уже достаточно травмировались и травмировали наших зрителей. По-моему, кстати, прикольная такая раздевалочка. Да, чекаю, чекаю. Это я вложу в эти прососки. Уже никого здесь нету. Здесь мужчина стоял. Ждал жену. Тоже они ничего не взяли. Не взяли ничего? Не-а. Тоже что-то. Вот, бачишь, что-то выбор большой, как берешься за выбор. Да. А его нет. Так что-то вообще. Я плакала. Последил платьишку, я плакала. Но там шортики были вообще. Атас. Там капец, что-то не тут. Наталья. Ну что? А вот это неплохо, знаешь? О, что-то интересное. О, подожди, дай узоры покажу. Вот это да. Слушай, что-то такое. Ну да, я отойду. А теперь ты еще покрутись, потому что там еще же есть сзади. Угу. Ну что-то да. Как-то еще татуировку такую прикольную сделать. А это вообще будет? А он сколько он стоит? Помари, Примаченко татуировку. Он давай-давай-давай. Э, 80. Это 20 долларов? Ну 20 долларов еще что-то более-менее. На чай ты, ну цена реально не дам. Ну так вот это вот, что-что я уже думаю, ничего не подойдет. Мне она нравится. Ну тут все разъяснили. И мы травмируемся окончательно. Да, классно. Да-да-да. Это, конечно, можно взять. А вот давайте теперь про качество. Вот что это такое. Ну ты же говорила, что ты читала, что что-то уже... Да, я читала отзывы. Что-то отзывы. Сейчас будем это погано говорить, что реально. Ну это поляки писали на Google я читала. В Google Maps отзывы. Там писали, что у кого-то платье разошлось, типа... В чем самый неприходящий момент? Не-не-не, после первой стрелки, стирки, платье пошло, разошлось. У кого-то тоже вот это... Именно платье, платье, платье пошло, пошло. Ну так вот. Да. Мы тоже с Олей говорили про отзывы на Google и о том, что... Ну знаете, мы уже... Если у тебя есть e-mail, можешь написать. Да, можешь написать. Кто-то гадость, кто-то нет. Ну это классно. Короче, мне это очень нравится. Да, это классно. Это последнее, что мы должны были померить? Да, слава тебе Господь. Да, это последнее. Ну иди тогда просто в зал в этой же футболке. Найди такую же футболку. А это я e-mail взяла, можешь мне помочь? Да, сейчас подожди, уже отключусь. Наташа пришла, другая. Посмотри, что эти неумные люди сделали. Куда они пробили дырку? Они дырку пробили не в шов? Они не пробили не в это, потому что тут плотнее. Они пробили это. Надо смотреть, что будет. Если тут будет дырка, она будет. Конечно, такое брать нельзя. Сейчас я вот это посмотрю, где они пробили. Ну что за люди? Это одна уже e-mail осталась? Еще одна, и там тоже самое. А вот эти вот, что тебя беспокоило на этих? Ну тут более-менее. Ну она тоже расходится. У нас уже было такое, мы всегда подходим и говорим, снимите, если здесь дырка, не берите, потому что футболка будет расходиться. Вот если вот здесь вот вам вбили это, то нормально. Ну ёппельный театр, ну реально, бейте сюда, я не знаю. Ну куда-нибудь вы это бейте. Ну какие идиоты сюда. Ну, возможно, людей не сильно много. Сейчас снимем эти штучки и скажем, мы купили футболку или нет, но вот только эту футболку можем купить. Игрушка неплохая, но не лед, честно. Чтобы ее покупать за такие деньги, у меня есть кенгурушки и тоже нормальные. Девочка сняла, стала нам рассказывать, если вы это вымоете, оно все пройдет. Нифига, у нас уже есть опыт, мы сказали, что... Вон, смотри, какая дырка. Вот это уже нет. Вот, видите, стрелка пошла, уже надо бить вот сверху. Вот на этом месте, а не на том. Ну короче, блин, молодцы. Она нам рассказывает, постирает. Она нам расскажет, постирает и все пройдет. Сейчас мы ее попросили, может на складе она посмотрит и может есть. Ой, господи, у кого-то мозга не хватило вот так вот пробить. Девочка с персонала говорит, так никто не жаловался. Три раза повторила. Никто не жаловался, не принесла. Мы говорим, тут дырка, смотри, уже пошла стрелка. Так никто не жаловался. Такие кишочевиха, ну блин. 85-88. Персонал нормальный, снимать давал, но она не понимает, почему нужно ставить эту штучку там. Нет, почему она не должна сказать, извините, пожалуйста, мы больше так не будем делать, да, и типа отвалите. Нет, она повторяет, никто не жаловался. Я говорю, я тебе жалуюсь. Ты не чуешь меня заразу? Ну, как бы сэкономили 80 злотых, но честно. То есть три, она принесла третью и все идут срезами. Три футболки уже, а еще эска, еще эксэска. То есть все футболки уже, считайте, они после стирки, они полезут. Если бы мы действительно не знали этого, и у нас не было, мы бы взяли бы. Вот оно идет, оно уже все, ее не остановишь, ты ее не зашьешь. Ну блин, 20 долларов. Никто не жаловался. Никто не жаловался. Народ, ну вот такой шопинг и рекомендации, что не покупайте такие футболки, к сожалению, уже заплейте как-то. Так, ну все мы забрали, а по сэкономили? Да, вроде все забрали, в общем, всем добра, счастья, текуа, футболки классные, но... Вот это было дело классное. Исполнение, конечно... Может кто-то додумается еще сделать? Мы купим. Ну, такая фигня малята. Всем пока. Ничего, нормально, нормально.